В Мариуполе и районе раздавались взрывы, есть прилеты по складу и базированию РФ. Рано утром 11 сентября в Мариуполе и районе гремели взрывы, есть прилеты по складу и базированию оккупантов. Об этом сообщает новость Украина со ссылкой на Мариуполь. Сопротивление. По меньшей мере два прилета. Мелекине по складу оккупантов неподалеку от ЭЗС и бывшего магазина «Скорпион». Так называемый второй спуск Мелекина, улица Безуха, село Белосарайская коса, по базированию оккупантов. Предварительно, в пансионате Светлана, но данные уточняем, говорится в сообщении. Места прилетов после взрывов в Мариуполе и районе 11 сентября, ТИ, МИИ и МРПЛ, спротив. Мариуполь. В Мариуполе, как и в районе, взрывы раздавались с 3.35 и продолжались до 4.15 утра. Сообщали о звуках взрывов и работе ПВО оккупантов в Мангушском районе, часть Мариупольского и в Приморском, Центральном и Кальмиусском районах города. В Левобережном районе зафиксировано базирование ПВО, в районе Шлаковой горы добавили в сопротивлении. Ситуация в Мариуполе и районе. Российские войска оккупировали Мариуполь и район во время масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Сейчас и город, и порт, и район используются для нужд российской армии. Здесь оккупанты обустраивают новые базы и через Мариуполь перебрасывают резервы на Запорожское направление фронта. Например, недавно сообщалось, что россияне по аналогии с ВСУ стали маркировать грузовики, которые идут через Мариуполь в Запорожскую область. Субтитры создавал DimaTorzok